Те несколько тысяч читинских болельщиков, что не испугались возможной грозы и пришли в воскресенье на стадион, стали свидетелями необычной праздничной программы. Состоялось награждение лучшего игрока, которым по итогам прошлого сезона был признан вратарь команды Максим Счастливцев. Памятные подарки достались и некоторым из зрителей, но кульминацией стала презентация нового гимна футбольного клуба «Чита», написанного одним из болельщиков. Уже перед самым матчем к поклонникам футбола обратился губернатор края Константин Ильковский. Он пожелал Читинскому клубу выйти в первый дивизион и пообещал, что в этом случае правительство региона постарается найти необходимое финансирование. Казалось бы, все в этот день благоволило забайкальскому футболу. Даже грозивший дождь так и не начался. Вот только главного – добыть победу – наша команда так и не смогла. При этом до середины первого тайма Читинцы имели подавляющее преимущество и могли минимум трижды распечатать ворота-то мячей. Тяжелая выдалась игра. Поначалу первые минут 25-30. Чувствовалось, что ребята не в своей тарелке. Может быть, это волнение от того, что начало чемпионата. Но видно было – тяжело. А затем сработало футбольное правило – не забиваешь ты, забивают тебе. После внезапной контратаки на 40-й минуты полузащитник ТАМИ-2 Антон Макурин сумел поразить Читинские ворота. Остаток первого и весь второй тайм прошли в напряженной борьбе. Болельщики стали свидетелями еще нескольких очень опасных моментов. Но счет 0-1 на табло до финального свистка так и не изменился. Конечно, обидно. Обидно проигрывать стартовые матчи при неплохой поддержке болельщиков. Но это футбол. Иногда побеждает та команда, которая более грамотно играет в обороне и быстро выходит в ответ на атаки. Потеря очков в начале сезона просто обязана стать для Читинской команды весомым стимулом к тому, чтобы собраться и больше болельщиков не огорчать. Уже в среду, 22 июля, Чите предстоит матч с не менее серьезным соперником – Омским Иртышом. Игра также состоится на Читинском стадионе «Локомотив» и начнется в 18 часов. Никита Гребенников, Николай Шунков, ЗАП-ТВ